Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня к нам в гости пришел, я думаю, один из самых знаменитых режиссеров нашей страны, человек очень интересной судьбы, человек поступка. Это народный артист России, Карен Георгиевич Шахназаров. Карен Георгиевич, здравствуйте! Здравствуйте! Вы знаете, такие люди, это вообще достояние нашей страны, я бы даже сказал, последние из магикан, потому что людей такого уровня художественной культуры осталось буквально на перечетке. К сожалению, на смену к ним пока что никто не пришел, даже вот не приблизился, что называется, придут еще на Толику. Ну, мы ждем, ждем и никак не дождемся. Но, Карен Георгиевич, во-первых, я хотел бы вас искренне поблагодарить, потому что у вас график настолько насыщенный, я открою, может быть, маленькую тайну нашим телезрителям, мы с октября в месяц уже несколько месяцев. Ну да, я очень рад, что оказался здесь у вас, и для меня это большая честь. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо за это. Вы знаете, Карен Георгиевич, он очень хорошо известен не только как режиссер, но и общественный деятель, который практически каждый день бывает в эфирах в центральных каналах. Его позиция, гражданственная позиция, она хорошо известна и, в общем-то, поддерживается многими людьми, потому что он в своих оценках, мнениях очень искренен, очень достоверен. Но мы сегодня бы хотели поговорить не с Кареном. Карен Георгиевич, поскольку эта программа посвящена вам, как выдающемуся советскому и российскому режиссеру, мы поговорим именно о кино. Это вещь, которая сейчас, в общем-то, находится как бы на периферии общественного интереса и общественного сознания, а надо все-таки поговорить о тех людях, которые создавали великий советский кинематограф, о тех учителях, которые оставили заметный след в истории нашего кинематографа. Поэтому давайте мы поговорим именно об этом. Ну, первый мой вопрос, он традиционный. Давайте поговорим о вашей семье, о вашем отце, о вашей маме. Я просто хочу сказать, что отца или папу Карен Георгиевича, Георгия Костровича Шахназарова, я хорошо знал в меру своих, так сказать, возможностей, познакомился с ним еще в 1991 году. Он был тогда председателем Советской политической ассоциации. И хочу сказать, что из тогдашних высокопоставленных сотрудников ЦК это был наиболее такой открытый и очень доброжелательный человек. Я настолько был поражен его, знаете, как вот доступностью к простому там вчерашнему студенту, который буквально стал ему, что называется, ну, таким младшим, что ли, товарищем, партнером, соратником. И это было очень здорово, и это так легло сразу на душу. Я вашего отца всегда очень любил, уважал. Для меня его трагическая смерть, в прямом смысле трагическая смерть в Ясной Поляне оказалась просто ударом. Вот я помню, как мы его хоронили, как мы были на поминках там в Горбачевском фонде. Иван Георгиевич, давайте вот о вашем отце, о вашей маме, тем более, что ваш отец ведь был ветераном 2-й гвардейской армии, а мы в 102-й школе, где есть музей 2-й гвардейской армии, делали музей и делали стенд, посвященный вашему отцу. Он воевал артиллеристом, он был сначала, по-моему, адъютантом у генерала Штейльбицкого. Нет, нет, никогда, надо сказать, такой. А, отказался, да? Он настоящий фронтовик был. Он был командиром разведки, бригады почти год, а потом, что для артиллеристов его калибр, в смысле у него калибр был 152 мм, это все-таки тяжелая артиллерия, она стояла чуть километров 5 от линии фронта, но он как разведчик, он всегда был на передовой. А потом он же командовал батареей. Докончил военную лейтенантом, старшим лейтенантом. Я старшим лейтенантом в Калининграде окончил войну, и не так давно я был, кстати, в Пилау. Он в Пилау, Пилау, это Балтийск сейчас. Вон там, там знаменитая цитадель, где немцы воевали уже после... Взятия Кёнигверка, да? Да, уже после заключения, после 9 мая еще там шли бои, потому что там не задавались они. Отец принимал участие вот в этой операции по их уничтожению, и мне там местные там, у них свой музей. Краеведы, да? Краеведы. Показали его наградной лист. За это у него два ордена было, Красная Звезда, Отечественная Война. За это он получил Отечественную Войну, и там написано, что благодаря его батареи уничтожило до 400 солдат-офицеров противника, подбило там что-то три танка, в общем-то такие... Слушайте, а ему ведь тогда было даже 21-го года еще... Да, ему 24-го года, значит, ему 21-го года не исполнилось. Да, да, он же в октябре родился, а это был май в 45-м году. Да, 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 он два чистых года провел на фронте. Да, начинал, кстати, с Донбасса, с Меус фронта. Да, Меус первые, когда они попали в окружение, там, такой, котел они попали. Тогда была последняя такая крупная наступательная операция в немцев, насколько я помню, по истории считалось, уже на Восточном фронте, но вот он как раз там попал, в этот котел. И причем он вот в рядах этой второй гвардейской армии, которая отличилась еще в боях под Сталинградом, это знаменитая книга. Да, но в Сталинграде он не участвовал, он уже попал на фронт. Но потом он участвовал в освобождении Крыма, участвовал в штурме Севастополя, освобождении Белоруссии, Минск, что, кстати, я помню по его воспоминаниям, как он говорил, самое тяжкое впечатление на него произвел, когда они в Минск вошли. Потому что он говорит, город был просто разрушен, просто до тла разрушен, при том, что он уже был тогда опытный фронтовик, но, говорит, просто... Слезы наворачивали. А потом на север туда, Литва, и вот туда, в Восточную Пруссию, тоже Кенигсберг участвовал в штурме и закончил войну на Балтии, на побережье, пила вот это там. Ну да, это там земландская, по-моему, группировка войск, по-моему, маршал Баграмян там. Да, маршал Баграмян, да. Да, я прошу прощения, ведь Георгий Хасройч, он был вообще из рода князей, Мелик Шахназаров. Да, у меня такая очень любопытная семья в этом смысле происхождения, потому что в ней, наверное, отразилось советские реалии, потому что у меня по линии отца, вообще-то, такой очень старинный род карабахский. То есть, вообще-то они уже... А сам отец в Баку уже родился. Но вообще его род, это Мелик Шахназар и они были. А Шахназар. Они были Мелик Шахназар. И у нас, кстати, сохранились документы, вот у меня есть, они передаются по линии старшего сына. Документы, которые, значит, перевод с персидского. Когда один из моих предков, когда Карабах вошел в состав Российской империи, то карабахские князья, они писали царю русскому, бумаги, с тем, чтобы он сохранил за ними их владение. Это Александру Первому, по-моему, да? Да, Александру Первому. Он был уже штабс-капитан. А, русская армия. То есть, он был уже в русской армии, один из моих предков, штабс-капитан Мелик. И у него была уже фамилия Мелик Шахназаров, кстати. А, правильно. Они уже обрусили фамилию. И он вот такие документы там, насколько я понимаю, на персидском, на фарсе, на диршах наделил их. Потому что Карабах был в составе Персии, Персидской империи. И наделил их вот эти, кстати, места самые спорные, Шуша. Да. Вот эти веронда, округ, вот там были наши родовые корни. Родовые корни. Я вспомню, когда мы Георгия Костровича отмечали 70 лет, и Горбачев там что-то упомянул, вот его происхождение Георгия Костровича. А Георгий Кострович был человеком с отменным юмором, чувством юмора. Он говорит, вы знаете, что, Михаил Георгий, у нас на Кавказе так. Есть 20 баранов, значит, князь. Ну да, он с юмором относился. Но, тем не менее, вот документы такие есть. То есть старинный род и княжеский род, а потом, значит, вот они оказались в Баку. И его дед, мой прадед, был Людвиг Нобеля, владелец концессии бакинских. И он был управляющий. Управляющий, да, у него свои нефтевышки были. То есть он был капиталист такой. Но, судя по всему, они, кстати, приняли революцию, тем не менее, достаточно. Всем сердцем и душой, да? Ну, я не знаю, всем ли сердцем, но, во всех случаях, как-то, как-то, ну, в результате мой отец 18 лет был призван. И, так сказать, отправился на фронт после учебки, как я говорил, и вступил там в компартию. Да, да. И, кстати, несколько у нас, видимо, преувеличены всякие эти разговоры о том, что все было. Потому что, конечно, понятно, наверное, знали, что он был из такого, вообще-то, рода достаточно, такого дворянского и старинного. А мама моя, напротив, она русская, и она из такой глубинки, сердца России. Есть село Салган такое, оно и сейчас есть такое старинное село. Оно между Нижним Новгородом и Арзамасом. Вот, и такое русско-татарское село, там, в 17 веке основано еще было. И вот ее семья там была, мы, то есть они были простые крестьяне. Дед был балтийский матрос, у меня сохранилась фотография в 17-м году, был на Балтике. Видимо, то есть не видимо, а так. Понимаете, в таких крестьянских семьях гораздо меньше знают свое родословное. Ну, да, 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 ну, это естественно, да, потому что была, да, у нас все-таки поземельная была, сочетская община. Ну, как бы это вообще, то, что называется, простых людей меньше они придавали значения, поэтому таких подробностей я не знаю, но знаю, что, в общем, он был на стороне, практически, как все балтийцы, на стороне большевиков, да, участвовал в гражданской войне. Ну, а потом вернулся в деревню, вот, там, в село это, и потом они в период коллективизации, у них что-то отобрали, но никаких там не было, никуда ничего не выслали, просто отобрали, и там дом, и у них был хороший дом какой-то, у них была большая крестьянская семья. И он уехал в Москву, тогда русские были крестьяне-гастарбайтерами, то есть... Это что, во времена Найпа? Ну, да, в 30-е годы он уехал, и здесь работал на стройках, рабочим простым, и жили они на Красной Пресне, и я там застал, там, в бараках жили, довольно тяжелая такая жизнь была, семья большая была, дед умер в 42-м году от туберкулеза, его даже в армию не призвали, он, по-моему, в ополчение взяли, отпустили, потому что он был болен очень, да. И вот, и бабушка осталась, и трое. А бабушку вы застали еще? Бабушку застали, да, застала, и была чудесная такая простая русская женщина, крестьянка настоящая, очень светлый человек, как говорится, такая очень... А она прожила долго? Нет, она в лет 60-м, ну, у нее жизнь тяжелейшая была, конечно, после смерти деда у нее было четверо детей, три дочки и сын, и работала она, вот, как говорится, камни-клолуна, вот, когда там, трамвай, вот это. А, бложник. Потом я ее уже застал на хлебозу, но она была полуграмотная, в общем-то. Ну, понятно. Мне она очень плохо писала, но была необыкновенно светлый человек. Ну, короче, вот две такие линии сошлись, потом папа после фронта... А сошлись-то они... Они в Москве сошлись, отец после фронта, его еще долго не демобилизовали, он еще год-два служил, потому что тогда установка была, чтобы... Молодых офицеров. Молодых с боевым опытом старались, и его хотели в академию отправить, и, так сказать, ну, он не хотел, но его держали. Ну, понятно. Он потом в Белоруссии служил, где-то там. А потом уже в Баку он, как он рассказывал, по блату, ему удалось... Там был знакомый военком у деда. Ну, в Баку много чего делали по блату. Да, в общем, ему удалось демобилизоваться, причем, как он рассказывал, там вот этот военком сказал, ну, по какой у тебя, вроде, нарушении, ты орденоносец, там, как тебя демобилизовать? Ну, нашли статью, какая-то такая, чрезмерно снисходительное отношение к подчиненному. По этой статье его демобилизовали, он, надо сказать, за два года окончил Бакинский. Университет. Юридически, да, юридически, экстерном он закончил, и потом его в аспирантуру отправили. В Москву. Да, тогда было, он очень интересно рассказывал, установка была, потому что потери были большие. Да. Большие потери, не было специалистов. Особенно среди молодежи. Да, и несмотря на то, что страна все равно в тяжелом состоянии была еще, но на это дело тратили деньги, и очень были большие наборы, вот, аспирантуры, молодежь, вот эти все профессии во всех областях, и в том числе и в этой, там, юристы, историки, там. И очень много национальных кадров готовили, он, так сказать, потому что у него в основном были все его товарищи, это вот армяне, грузины, азербайджанцы. Наборы были целенаправленные, чтобы подготовить в республиках кадры, ну, а, соответственно, видимо, какое-то влияние, это интеллигенция, они рослили в Москве, обрусевали, так сказать, это. Ну, и там вот, как водится, где-то он с мамой там на танцплощадке познакомился, и в результате... То есть они поженились, и в результате... Они поженились, ну, вот, в результате, вот, это моя такая... Плод их любви, да. То есть у меня, видите, такие сошлись совсем разной социальной линии в моем происхождении, и в этом смысле я такой советский, советский человек до мозга костей, можно сказать. И социальный, и многонациональный, и интернациональный, да. А, Карен Георгиевич, а вы родились где в Москве-то, где вот... Я родился вообще в Краснодаре. А, в Краснодаре. Я родился в Краснодаре, потому что когда мама и папа поженились, несмотря на свое происхождение, он был абсолютно нищий, то есть, как мама рассказывала, у него... Как пластельская крыша, да. Да, у него не было... У него единственная рубашка была, и то спина рваная. Вот, а мама тоже была нищей, они жили в бараках, и там, видимо, еще сыграло какой-то даже элемент. Бабушка, бабушка, видимо, сперва не очень его приняла, потому что в ее понимании... Тогда же кавказцев мало было. Да, да. Не знали, она была, в общем, так сказать, крестьянка такая русская. То есть, этот, она, в ее представлении, он был басурман, как мама говорила. Видимо, первый. Потом они очень подружились, и это, ну, какой-то был момент, и вообще негде жить было, и маме это... И он отправил ее у нее сестра тогда. Тогда из Баку уже его отец, мой дед и бабка, они переехали из Баку, потому что там Багиров, в общем, Багиров, по-моему... Первый секретарь, да, был такой, при Сталине, да, 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 да. Мне несколько такая поддавливать. Да, да, да. Они начали, так сказать, они переселились в Краснодар. Краснодар, да, и вот она поехала, просто там я родился, там, ну, в принципе, месяцев 7-8 мне было, они вернулись с бабкой. И мы жили в бараках, вот я помню, там, лет до 5, вот мы жили все вместе. А это вы жили на Причне, да? Да, такая черногрязкая, она и сейчас есть. О, так я знаю, да, черногрязкая. Ну, это совсем другое дело, это тогда рабочая окраина была. Да, 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 да. Это тогда было такое место шпаны, такая, как говорится, там бараки вот были, вот это все, все выходцы. И вы там учились тоже? Нет, я учился уже, потом папа получил, он работал, первое, по-моему, в Политсдате он работал, его взяли в Политсдате. У меня, значит, двоюродный брат моего отца, Александр Прокофьевич Поляков, он был директором Политсдате. А, ну, может, они знали друг друга? Так они друг друга знали, во-первых... Наверное, он, потому что отца взяли тогда... Во-первых, он в своих мемуарах о нем там вспоминал добрым словом, а во-вторых... И, в общем, надо сказать, отец, в общем, сделал, вот вам, социальные лифты советские, он сделал блестящую карьеру. Притом, у него не было никаких связей вообще. Наверное, единственное, что ему в то время помогало, то, что он фронтовик. Ну, фронтовиков много было. Много было, да. Да, поэтому, ну, какой-то им давали, конечно, какие-то послабления. Нет, ну, я просто знал, Георгий Кострович, вам, может, неудобно об этом говорить, а это же человек был таких энциклопедических знаний. Да, он был очень образован. Во-вторых, он был человеком настолько открытым. Вот это чувствовалось, понимаете? Вот это предрасположенность людям. Да, он был очень доброжелательным. Понимаете? Поэтому вот эти качества, они тоже сыграли свою роль, я уверен в этом. Ну, во всяком случае, он сделал, надо сказать, без всяких связей, без всяких этих... У него никого не было, на самом деле, там, дед в Краснодаре жил, он был адвокат. Они вообще семья, в основном все были... Юристы, да? Юристы, да. Ну, именно адвокатурой занимались. Ну, такой он был, третиразрядный адвокат такой. Ну, понятно. А школа? И вот он сделал это, такой карьер, вот, ну, его взяли в политиздат. И там мы дали ему первую квартиру, она была коммунальная, но все-таки уже квартира на Галушкино сейчас. А-а, Бориса Галушкина. Да, тогда это называлось, по-моему, Алексеевский Студгородок. А, это ВДНХ, в районе ВДНХ. ВДНХ, да. И для нас это было, конечно, после бараков. Хотя соседи были, но это все равно было. Это же, конечно. И вы там... И там я в школу пошел. И там учились все 10 лет, да? Я, нет, не все 10 лет, я там учился какое-то время. Потом папу отправили работать в Прагу. В Прагу, в журнал «Проблемы мира и социализм». Это мне было лет 11, но где-то он там года полтора недолго пробыл. Я там учился тоже. В Праге, да? В Праге, да, в посольской школе. Ну, как все советские там дети. Хотя «Проблемы мира», как вы помните, был такой отдельное место. Да, да. То есть он как бы... Это был такой журнал коммунистического движения, где со всех стран приезжали. Он такой был достаточно фривольный по тем временам. Там огромную роль, кстати, играли так называемые еврокоммунисты. Да, там очень много было. Да, итальянцы, французы, да. И такой он был несколько либеральный по тем временам. Ну, вот. И потом он вернулся, и потом оттуда его пригласили... В ЦК. В ЦК, да. То есть там его кто-то, я уж не помню... Там Румяцов был, по-моему. Заметил. И вот его тогда пригласили. Он был... Тогда Андропов, который был заподделан, он тогда сформировал группу так называемых консультантов. То есть это было как я, как отец мне говорил, не знаю, насколько это правильно. Это по принципу... То же самое сделал Кеннеди в Америке. А-а-а. Он сформировал какую-то группу таких интеллектуалов, которая была у него и... Андропов, как бы, вот... Для мозгового штурма. Уговорил, да, создать такую группу. Потому что в ЦК же люди приходили по партийной линии. Да. А консультантов брали... То есть они, естественно, все были члены Компартии. Но я имею в виду не по линии, там, обком. Вот так в ЦК шли, там, партком на предприятии. Потом там какая-то работа. Ну да, да, производственники, главным образом шли. Да, да. И они шли вот по партийной линии приходили. А это были... Вроде он тогда собрал таких, как бы, интеллектуалов, которые с хорошим образованием. И вот он эту группу создал. Вот отца туда взяли, консультантам. Там были такие известные люди в то время, в Советской. Бурлацкий, Арбатов, Бовин. Кто-то их сейчас называет разрушителями, так сказать, системы. И отца называют. Но это, я думаю, что это неверно. Это упрощенное взгляд. Это упрощенное. Во-первых, там своя. И, кстати, если перескакивать во времена... Когда уже отец потом стал делать. Потом оттуда он стал завотделом. Потом его Горбачев уже, когда пришел, пригласил... Причем он его пригласил и не сразу. По-моему, в Советники сперва. Он его пригласил в 88-м, по-моему, только. Нет, нет. Да, в 88-м. По-моему, да. То есть, когда уже все пошло, условно говоря. Да, да. Но дело все в том, если к тем временам говорить, насколько и я уже был сложившийся взрослый человек, в общем, наблюдал. Там была, конечно, своя очень сильная борьба внутри. Да. Потому что там были... Там был, конечно, сильное очень влияние Яковлева Александровна Николаевича, который, конечно, проводил свою либеральную линию. И были... Вот отец принадлежал, скорее, группе. И у них, кстати, с Яковлевым были очень плохие отношения. Очень плохие. Даже личные. Личные. Даже личные были просто враждебные отношения. А я это почувствовал, кстати. И, так сказать... Но он принадлежал к той группе, которая, как бы, проводила линию такую более государственную. И, так сказать, старалась, как бы, смягчить. Но, в общем, эта группа в конечном счете потерпела, наверное, поражение, можно сказать. Потому что, в общем, Яковлев, конечно, он очень большим влиянием на Михаил Сергеевич пользовался. И оно нарастало. Нарастало, да. Так что это... Согласен. Ну, короче говоря, вот так он попал в ЦК, в эту группу консультантов. И у него с Андроповым потом были очень дружеские такие... Ну, не дружеские, конечно, но вот такие... Доверительные. Доверительные отношения. И Андропов, когда его назначили в КГБ... В 67-м году. Он его вызывал. А-а-а. Он его приглашал в КГБ, но папа не заходил, потому что надо было надевать погоны. А-а-а. Потому что там, причем... Ну, свои были. Генералы бы дали, но он как-то все-таки не хотел погоны. Он занимался научными трудами. Потом он писал, надо сказать, художественную литературу. Фантастику. Он был такой, в общем, человек очень о том себя. Но с Андроповым у него были... И, кстати, очень интересно, у него в книге есть один момент очень любопытный. Когда... Это книга с вождями и без них, да? Да, он, по-моему, описывает там, он рассказывал мне эту историю. Когда уже Андропов стал генсеком, на каком-то приеме он его увидел, папу. И он его подозвал, говорит, и они отошли, и он с ним там что-то минут сорок разговаривал. А у отца, конечно, тогда был такой, я бы сказал, как он себя называл, социал-демократический взгляд. Он себя вообще уже к этому времени так говорил, социал-демократ. Он ему тогда говорил о том, что вообще необходим какой-то элемент демократизации общества и что-то такое. Ну, а что Андропов ему сказал, нельзя сейчас этого проводить. Вот надо сперва экономические вопросы решить, надо накормить страну, а потом уже начать это. Вот сейчас это вообще довольно актуально. Актуально, более чем актуально. Вот во всяком случае, вот Папов вспоминал, именно такая была установка, видимо, Андропова. Горбачев ведь с этого начал. А Михаил Сергеевич наоборот. А потом он... Как раз он начал с демократизации, а в результате демократизации все... Ну, получили то, что получили, да. Начало рассыпаться, да. У Андропова была другая установка. Сперва решить... То есть, у Андропова, я так понимаю, было более то, что потом китайцы делали. Сперва решить экономику, накормить людей, решить проблемы всякие экономические, а потом уже заниматься реформированием политическим, давать отпускать вожи, как он говорил, и, так сказать, давать уже это. Ну, в общем, Андропов, как известно, практически ничего не снял. Он, да, полтора года. Ну, вот такой разговор у них был. Он, по-моему, это, да, у него записано это в книжке. Вот это он говорит. И после этого он с ним уже не встречался. Он там говорил, что давайте еще поговорим с тобой, то есть, Юрий Владимирович. Но потом он заболел, как известно, и фактически он уже не выходил из больницы. А у них вообще отношения были товарищеские еще с тех времен, да? Да, у них хорошие отношения сложились. Андропов, судя по всему, был, конечно, очень интересной фигурой. Он высоко его оценивал, да? Да, он к нему... Ну, если он его звал в КГБ с собой, то это говорит о том, что он к нему так был доверительно относился. Я говорю, конечно, они не были друзьями в таком бытовом. Ну, во всяком случае, Андропов же стихи писал даже, даже какие-то стихи ему посвятил, папе, на какой-то день рождения. А, вот так же. Андропов писал стихи, да. И неплохие, да. Слушайте, Каран Георгиевич, ну, у нас, к сожалению, время нашей программы стремительно утекает, поэтому, может быть, последние два вопроса. Первый вопрос связан с вашими учителями в школе. Кто-то оставил в вашей судьбе или в вашей памяти? Оставили, да. И второй вопрос, почему, казалось бы, мама юрист, да, отец юрист, а вы пошли... Нет, мама не юрист была. Поскольку она была из очень простой в семье, у нее вообще не было образования. И потом уже, когда она, когда уже я родился, она все-таки, видимо, ее так это задевало, что папа так... Ну, да, да, да. Она пошла в ГИТИС на заочный и театровический закончила. А, вот откуда. Но она никогда не работала. У нее была тяга вообще к театру, к такая она была. К Мельпомине. К Мельпомине. Но папа тоже был очень интересующийся, поэтому у нас всегда были массы там каких-то... Я, кстати, помню, да. Приходили домой, там, все эти театралы, Любимов, там, Высоцкий Владимир Семенович, там, все это, мы это... Ну, его вообще называли, кстати, защитником театра на Таганке в ЦК. Ну, он был один из защитников, да, нельзя сказать, что только он один, потому что тогда вообще сложилась группа таких, как бы, работников ЦК, которые с такими взглядами, они тогда себя не либералами, они прогрессистами называли, которые защищали там несколько человек, они Любимов каждый раз ему что-то запрещали, он писал письмо Брежневу, и через них, да, папа там или кто-то из них передавал, был такой Самотекин Евгений. Был, да. Помощник Брежнева, который передавал это Леониду Ильичу, что на самом деле было довольно смело, потому что ты же никогда не знаешь, как среагирует, он может сказать, а что ты мне подсовываешь эти письма? И, так сказать, я даже отец рассказывал один раз, Фурцева ему позвонила, и очень, да, и очень жестко сказал, а что вы лезете вообще не в свое время, какое вам дело до театра? Вы почему там что-то все передаете, что-то такое, это в то время вообще опасно, Фурцева была очень влиятельная, да, и, конечно, могли, как говорится, по шапке дать, но вот они, да, они здесь поддерживали, да. Да, но Екатерина Алексеевна, она была еще, конечно, и выдающейся. Ну, она была выдающейся министр при этом, это я говорю не к тому, что сказать, жизнь сложна, и люди, естественно, я могу даже понимать ее по-своему, она министр, и, в общем, у нее своя политика есть, и когда вроде вокруг нее там кто-то пытается, а Любимов все время это делал. А, но он вообще был, по-моему, подвижен вот этим интрижкам, да? Он такой был, да, у него было, так сказать, такое нервозное вообще состояние, так что да, такие были дела. Каран Георгиевич, а вот из учителей, мы сейчас поговорим обязательно о ваших учителях в Афгике, а вот из учителей школьных, кто все-таки вот вам? Ой, у меня были замечательные, надо сказать, вообще мне повезло, я не знаю уже как сейчас это, но в то время были учителя просто потрясающие. Я многих помню, я многих помню, начиная там с первого класса, во-первых, это были необыкновенно образованные люди, эрудиция была, колоссальная эрудиция, во-вторых, они, конечно, очень были увлеченные люди, и я помню, что, я не могу сказать, конечно, может быть, не все, да, но в целом уровень был очень высокий, но были просто, я хорошо помню, у нас, по-моему, в пятом и шестом классе историк был, я не помню, к сожалению, мужчина, он рассказывал так исторически, историю, что мы просто сидели, открыв рты, это был роман, это было вообще, это было так необыкновенно интересно, и вот такого уровня были, и у меня очень многие остались, даже по физике у меня был, его я запомнил такой, Яков Фалыч, его звали, я причем был совершенно дундук в точных мауках, абсолютно, меня это не интересовало, я этим не занимался, но по физике у меня была пятерка, потому что он необыкновенно хорошо рос. То есть он настолько смог заинтересовать... Он настолько, да, что я, человек, который абсолютно был чушт этому, со скучной физиономией всегда сидел на физике, он меня так зажег, что у меня тогда и астрономия еще была, они ввели физику и астрономию. Да, да. Да, да. Посольской школе, да. Посольской. Понятно, что вроде там, наверное, приглашали таких, считалось, наиболее... Нет, нет, там обычно, знаете... Ну, были просто потрясающие. Да, да, но это вообще было характерно для всей советской школы. То есть уровень преподавателей... Уровень педагогики был потрясающий. И потом они, конечно, то, что убрали из нынешней системы, это момент воспитательный, а школа должна воспитываться. Конечно. Конечно. А кто будет воспитывать, кроме школы? Родители, понятно. Ну, во-первых, родители разные есть, некоторых родителей самих надо воспитывать. Вот именно. Во-вторых, уровень знаний совсем может быть разный. Конечно. И школа должна, конечно, эту миссию тоже... Так вот, нас воспитывали, нас, как говорится, внедряли, люди были необыкновенно увлечены. Я помню, труд у нас был. Вот сейчас нету труда. Нету. Ну, нету труда, в результате вот мои дети не могут не знать, что такое молоток. Нет мужчин вообще по большому счету. Понимаете? Да, потому что более-менее сейчас начали что-то соображать. У нас был труд, и я тоже помню, мы... Вот это было очень интересно. Мы что-то все мастерили, что-то у нас там эти напильниками там... Что-то какие-то мы... И по металлу, и по дереву. По металлу, по дереву, что-то придумали эти педагоги. Они, как правило, были такие из простых работяг. Работяги. Они с завода были. С завода, да. Мастера, мастера. Да, да, да. Необыкновенно вообще это было полезно. Я считаю, это вообще глупость полная вообще, то, что убрали, так сказать... Так это воспитывало еще и мужчин в мужчинах. Ну... А в женщинах, которых учили готовить, там, штопки и так далее, женские вот эти все начали. Конечно, и потом это приучало, действительно, к труду. Приучало к пониманию, что ты руками можешь что-то делать. Я считаю, очень много ошибок в современном, конечно, образовании. Да, даже то, что... Вот я тебе скажу интересную вещь. Я как-то в Японии спросил, как у них... У них, оказывается, знаешь, первые два года они пишут иероглифы красками. Нет, вообще первый раз пишут. Вот мне сказали... Чистописание, условно, то, что у нас... Красками, не кистью. То есть они пишут кистью свои иероглифы. Не шариковой ручкой, нет... Это моторика вот эта мелкая, которая влияет... И потом, что такое кисть, ты можешь допустить ошибку. То есть это приучает, я вдруг понял, вообще замысел. Это то же самое, что в советской школе, когда я учился, мы... У нас чистописание, первый класс, был чернильница и это... И перо. И перо. Ты мог кляксу поставить, надо переписывать. Тебе нужно было максимально быть внимательным. Вот откуда японская вот эта вот аккуратность. Она воспитана в детях, начиная с этого. И я смотрел, как мои дети, там, этой шариковой ручкой... Ну, они никто писать не умеет. Как курица лапой. Как курица лапой. Потому что, если ты посмотришь, люди старшего поколения, у них почерк до сих пор, даже если он пожилой... Да, конечно. Ровный, разборчивый. Да, да. Это вообще... И без ошибок, главное. Ты вообще не поймешь, что он пишет. Как это... Понимаешь? Вот черт скрыт в деталях. Это очень важные компоненты образования. И, к сожалению, я думаю, что наше образование, конечно, очень много ошибок допущено. Потому что советская система образования, да и мне сами говорили, и на Западе, и мне доводилось слышать. В Америке, я помню, как-то был разговор у нас. И говорит, у вас советская школа – это лучшая школа в мире вообще. Да. Она действительно была высококлассной. Поэтому, я думаю, что вообще-то напрасно только что там занялись реформированием. И... Ну, это преследует сугубо конкретные цели. Карангерыч, ну вот матушка ваша жива, дай бог ей здоровья. Спасибо. Да, дай бог, 90 лет. 90 лет, да. Патюшка ваш скончался. Да. Он отправился... В Ясную Поляну. В Ясную Поляну. Там в Тулу пригласили лекцию прочитать. И он никогда не был в Ясной Поляне. В Ясной Поляне. И он отправился, поехал в Ясную Поляну. Видимо, он не очень хорошо себя чувствовал. Он прям вышел и... Да, да, тромб. Тут, да, у него там... И умер. Прямо у порога в этот... Ну, место такое, правда, я думаю, что оно... Святое. Достойное вообще. Да, ну я был тогда и на похоронах, и на поминках. Много было добрых слов сказано. Спасибо. Там был, кстати, я помню, любимый был. Вот. И Горбачев был. Вы знаете, Карангерыч, к сожалению, наша программа закончилась. Я вас искренне благодарю за то, что вы пришли, во-первых, к нам, во-вторых, за то, что вы так искренне открыто и очень эмоционально рассказали о маме, о папе, о вашей юности, о вашем детстве. Я думаю, что такие разговоры, они, в общем-то, сейчас настолько востребованы, их так мало, что люди их ждут, что называется, как манна небесная. Дорогие друзья, ну а с вами я прощаюсь, и мы договорились с Карангерычем записать еще одну программу. Она будет посвящена уже его творческой стезе, его учебе в детисе, его фильмам, актерам, режиссерам. Ну а сегодня разрешите с вами раскланяться. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok